Продолжаем после матча пресс-конференцию, после игры Строгино-Арарат. Сейчас в Ваше внимание представлен главным тренером футбольного клуба Строгино Сергей Равхатович Загидорин. Сергей Равхатович, Ваши комментарии? На наш взгляд, игра получилась интересная, зрелищная, с обилием опасных моментов у тех и других пар. Команды сегодня показали достаточно открытый футбол, достаточно качественный футбол. Ребята поблагодарились, даже независимо от того, что сегодня какой-то результат конечный не в нашу пользу. Но за содержание игры, за качество большое спасибо ребятам. Второй тайм получился немножко другим, в отличие от первого. И тренер Арарата сказал, что строгинцы перехватили инициативу, что они не собирались бы ее отдавать. И как Вы со своей стороны это видели? Могу согласиться со своим коллегой. Так и было. Инициатива была в наших руках. Обычно, когда команда проигрывает, она старается отыграться. И то желание, та страсть, которая присутствовала на поле, как она способствовала этому. Не могу сказать, что команда рожает умышленно. Она дала нам инициативу, играла по счету или поменяла стратегию, тактику, чтобы ловить нас на быстрых атаках. Нет ни в коем случае, мы уделили инициативу и оказывали давление на ВРЦ первым. Вследствие этого были опасные мастеры. Были. К сожалению, не получилось. Как Вы считаете, уход в поле Романа Павличенко облегчил игру для нашей команды? Или наоборот, расплатился? Будьте откровенны, Ройман большой мастер. Естественно, с его уходом, наверное, стало полегче нашим игрокам. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Как оцените тебя, что Сунова? Знаете, мы отдельно не будем выделять никого. Сегодня игра была на поле команды, поэтому ему надо время, чтобы адаптироваться. И по тем минутам, которые он провел, не могу сказать ничего о том, что это был отличный, там, выдающийся матч, да, или, опять же, как бы он не вошел в игру, не попал. Такого нет. То есть была нам на поле команда. Все нормально. В ближайшую неделю Строгино еще две игры домашние с «Грянским Динамо» и с «Ротером». Какой результат будет считаться удовлетворительным в этих двух матчах? Ну, игра покажет, какой будет результат удовлетворительный. Для нас, еще раз повторяю, качество игры очень важны. Естественно, и очки тоже как бы нужны. Но, тем не менее, для нас все-таки первоочередное качество. А если будет качество, соответственно, будет и очков-балок. То, что игры у нас ожидают непростые, понятно, потому что интервал между матчами короткий. Ну, тут, наверное, все-таки больше. То, что у нас хватит сил на все матчи, мы убеждены. И будет ротация со старой однозначно. Другой вопрос, что после таких матчей, как сегодня, именно нужно будет успеть вот этот эмоциональный всплеск восстановить, да, именно психологически. Коллеги, еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.